Здравствуйте, товарищи! Как же очистить сосуды от атеросклеротических бляшек и кальцификации? Кровь нестерильна, как думали ранее ученые. Как и в кишечнике, разумеется, в несоизмеримо меньших количествах крови тоже есть микроорганизмы. И на темнопольном микроскопе по капле крови можно увидеть даже мигрирующих личинок паразитов. У меня было видео, как один человек сильно удивился, увидев это, думая, что у зожника не может быть такого. Ссылку оставлю, потом посмотрите. А многие бактерии не вредны, в отличие от паразитов, и их присутствие естественно. Но они становятся весьма опасными, если в крови возникают сгустки холестерина и тромбов. Для здоровья кишечника и всего организма нам нужны полезные бактерии. Они всегда поступают в организм и приживаются из пищи, живой пищи. В основном выращены на почве из овощей и зелени. Но вот почему квасится капуста? Сам процесс квашения идет, почему? Из-за бактерий. Но вы же не подливаете при сквашивании туда какие-то бактерии, нет? А просто они уже есть в листьях и между ними. Конечно, важно не подцепить яйца глистов. Но это простое соблюдение правил гигиены. Я это подробно объяснял в своих видео, в том числе о паразитах. Вредные бактерии в здоровом организме подавляются нашим ЖКТ и иммунной системой. Витамин К1 есть в зелени, а полезные нам бактерии в кишечнике превращают его в витамин К2. Но у кого есть дисбактериозное состояние, проблемы с кишечником К2 недостаточно. И необходимо принимать его дополнительно, чтобы в том числе не было кальцификации сосудов. Витамин Д3 тоже необходим, чтобы проводить кальций в разные ткани, в том числе и в первую очередь в костную ткань. Но многие люди сейчас напуганы докторами, плохо знающими биохимию. Они говорят, что, мол, витамин Д3 кальцифицирует сосуды. Да, это так, но только если дефицит витамина К2. Потому что именно витамин К2 не дает кальцию гулять в сосудах и не дает кальцию вымываться в кровь из костной ткани. Нужную пропорцию между Д3 и К2 я скажу вам чуть позже. Вот почему на всякий случай, хотя бы иногда, стоит проходить тестирование на степень кальцификации сосудов. Есть такой анализ. Но лучше, проще принимать витамин К2 и уберечь себя сразу от многих-многих бед. Посмотрите непременно мое видео про К2 липосомальный. А норма, баланс между К2 и Д3 должен быть такой. Принимайте на каждые 100 микрограмм витамина К2 10 тысяч МЕ, то есть международных единиц витамина Д3. Не хотите иметь остеопороз? Принимайте витамин К2 и безусловно Д3. Витамин Д3 и витамин К2 в липосомальной форме. А вот какую пищу вы едите? Живую? Только приготовленную или еще из супермаркетов с длительным хранением? Так вот, еда с длительным хранением стерильна. Она подвергается многократным термообработкам. И даже на конвейере с производства проходит через облучение радиации, чтобы убить все возможные бактерии, включая нанобактерии. Особенно так поступают на комбинатах с молочной продукцией, всякими там йогуртами с длительным сроком хранения, имейте это в виду. Такая пища естественно вредна и убивает и иммунитет, и кишечник. А атеросклероз возникает тогда, когда есть избыток сахара в крови и инсулина. Тогда повреждаются сосуды, потому что возникают воспаления. Их вызывают сахар и инсулин, и туда уже устремляются и белки, например, наши тромбоциты. И поврежденный плохой холестерин для заделывания повреждений. И бактерии, которые всегда есть в крови, и они тогда используют эти бляшки, как домики для своей жизни. Они притягивают кальций и укрепляют свои строения. Так возникают опасные для здоровья жизни холестериновые кальцифенированные бляшки. Не провоцируйте воспаление, держите свой кишечник здоровым, и тогда не будет атеросклероза. А если уже есть, уберите все сладкое и крахмалы. Перейдите на веганское сыроедение с преобладанием зелени и овощей в рационе хотя бы на 3-5 месяцев. Принимайте витамин С, витамин Д3, К2, спирулину. Учтите иные меры, я подробно о них поясняю в своих видео про атеросклероз. И проверьте себя через полгода, и увидите разницу. И вы приятно удивитесь, но пока вы не измените свою жизнь, свое питание, ничего не изменится. И тогда, да, вы можете сказать, атеросклероз не лечится. И, конечно, он лечится, если вы кардинально измените то, что не меняете в своей жизни, от чего и не лечится атеросклероз. Но антибиотики вызывают дисбиоз. Микрозелень и зелень вообще противодействуют этому и лечат кишечник. Также, если у вас сложные состояния с кишечником, газы, вздутие, брожение, принимайте бактерии эвита. Это старая советская разработка, ссылку на них я оставлю вам. Обязательно ешьте квашеную белокочанную капусту или корейскую бокчой. Это тоже ферментированный продукт. Плюс чеснок, природный антисептик, антибиотик. Натуральный. И прекрасное желчегонное средство. Очень полезна квашеная капуста плюс клюква. А эти ферментированные продукты уже частично переварены. И в них есть полезные бактерии. И клетчатка в них, полупереваренная, она легче допереваривается у вас в кишечнике. Многие диетологи и врачи запрещают есть капусту. А некоторые люди даже пишут такое в комментариях мне часто, что, мол, это вызывает газы. Нет, дорогие друзья, ни это, ни сама по себе капуста, тем более квашеная капуста, не сама по себе вызывает у вас газы, брожение, вздутие и тому подобное. Это глупости. А вызывает газоброжение комбинация того, что вы едите вместе с капустой в течение одного дня. Тем более, если с сырой, где клетчатка еще не переварена. С квашеной в меньшей степени, но тем не менее. Да, дело тут в том, что вы едите клетчатку плюс сахар, то есть что-то сладкое на вкус. Через час-два поели фрукты после капусты или уж не дай бог какие-то кондитерские изделия. Тогда чему вы удивляетесь? Естественно, у вас брожение газа вздутие и естественно капуста здесь не виновата вообще нисколько. А виноваты сахара, а вы лишаете себя очень полезного, уникального продукта. Попробуйте не есть 2, 3, 4 дня. Ничего сладкого. И вы увидите, что даже в самых тяжелых случаях дисбиоза, через эти дни прием капусты не даст уже такую реакцию, как был у вас всегда до того. Начните с квашеной капусты с небольшого количества и увеличивайте его. Можно ее есть чем-то жирным. И увидите, нет того, чего вы опасались. Ну, если уж вы едите молочные какие-то продукты, те же йогурты, то тогда ешьте только те хотя бы, которые хранятся 2-3 дня, а не 2-3 месяца. Еще раз советую. Бактерии ВИТА и гель Сорбент с хитозаном. Они восстановят нормальную работу симбиотической кишечной микрофлоры. Ссылки на них я вам оставлю под этим видео. И еще я вас познакомлю сегодня с таким понятием, состоянием, как молочно-кислый лактоацидоз. И это побочный продукт расщепления глюкозы, того же самого сахара. А как связана кальцификация сосудов с сахаром, с глюкозой? Так вот, кальцификация сосуда вызывается гипоксией в присутствии в крови свободного кальция. А гипоксия часто бывает из-за присутствия лактата. Избыток сахара в рационе приводит к избытку лактата. Гликолиз, то есть расщепление глюкозы, создает эту проблему. При лактоацидозе кровь становится более кислой, тогда становится трудно дышать. Это, кстати, очень характерный признак для некурильщиков, скажем. Если, конечно, у вас не сверхнизкое железо. Или ферритин. Средства от лактоацидоза три. Первое, убрать сахар из рациона питания. Второе, убрать стрессы. Не буду сейчас пояснять, как это влияет. Влияет. И третье, принимать витамин В1, тиамин. Впрочем, В1, как и многие другие витамины группы В, есть в зелени, в микрозелени. Принимайте спирулину и хлореллу. В1, кстати, очень важен и от тромбозов, и для сердца, и для памяти. Его дефицит есть у всех, кто ест, скажем, мало зелени. Кто употребляет алкоголь. Кто ест только жареную и вареную пищу. Сода, надо сказать, тоже помогает справиться с лактоацидозом, но не решает проблему кардинально, не убирает первопричинок. Но, конечно же, подщелачивает организм и зелень, и микрозелень, живая, сырая растительная еда, особенно зелень и овощи. То есть, они по-любому полезны и необходимы. И, конечно, я рекомендую вам посмотреть важные видео в этой связи, говоря о темах кальция, сосудов, атеросклероза. Я оставлю вам очень важные ссылки под этим видео. Не поленитесь посмотреть их, это очень важно, в первую очередь, для вас. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх. Подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео. Отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким. Поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас, мне, за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч.